здравствуйте всем сегодня у нас 16 ноября 2021 года вечер где-то примерно наверное часов 5 вечера уже темнеть начинает на улице прохладненько сегодня у нас всего было 10 градусов ночью 5 только обещает это холодно для нас вот топление включила райка тут у меня женлюк конечно уехал уехал на свою любимую охоту убежал тройка выглядывает его окно думать вдруг приедет нет он его не взял потому что ну во первых райка там устанет он у нас домашняя собака он не любит бегать там по этим охотничьим по охотничьему озеру он весь промокнет испачкается и потому ему будет очень некомфортно он домой захочет ну и в общем то он со мной остается всегда когда жанлюк уезжает ну и мне веселее как то уж совсем одной дома сидеть не интересно страшно наверное спать одной ну в общем но опять-таки со мной остается не очень он слушается меня вот сегодня свою постельку собачью все разодрал на клочки на мелкие прямо все 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 разодрал на мелкие клочки со многим как сказать не считается считает что я меня слушаться не нужно я ему говорю не надо ее грызть он прямо вцепился в нее лапками но в общем то видео то хотела не об этом снять не а райка чего я хотела рассказать я хотела рассказать как я оформляла мою пенсию может быть кому-то русскую пенсию не выезжая из франции я ее оформляла ну и в общем почему хотела рассказать может быть кому-то мой опыт будет интересен то есть я начала свою пенсию оформлять за шесть месяцев дом до того как наступил мой пенсионный возраст я как значит порядочный человек поехала собрала документы все свои и поехала в париж консульство русское консульство приехала там очередь такую ну небольшую правда но отстояла очередь все все свои документы подала все так это она мне отсканировала все сделала потом говорит подождите немножко я сидела подождала она вернулась говорит вы знаете я звонила в москву ваш пенсионный фонд и пенсионный фонд сказал мне что нужно пенсию оформлять не ранее чем за один месяц дом пенсионного возраста я был боже мой дак разве за один месяц они успеют оформить мою пенсию но на как я не знаю в общем такие правила дала мне телефон московский московского пенсионного фонда который занимается вопросами людей которые уехали которые проживают за границей чем-то отдел такой в москве ну ладно я взяла все документы взяла в общем получилось что я съездила в париж со зря вернулась я к себе в лицо набрала я потом телефон этого пенсионного фонда в москве поговорила там женщина когда действительно такое правило вы не можете начинать оформлять пенсию только за один месяц до наступления пенсионного возраста я короче говоря говорю ну ладно что делать я потом спрашиваю вы успеете оформить за один месяц все все мои пенсионные дела так подумала говорит нет не знаю не знаю не могу знать не знаю ну что делать то что делать выждала я еще значит пять месяцев и ровно прямо в день в день поехала снова в париж приехала я пол консульство парижа но заранее записалась на прием потому что нужно было мне еще оформить доверенность я вернее хотела такую доверенность сделать чтобы эта доверенность была на открытие пластиковой карты то есть у меня не было пластиковой карты российского банка и я значит решила сделать доверенность на мою маму потому что только она могла бы открыть у меня счет банки в русском банке тоже в горем пополам сделала эту доверенность то им не так написано то не так составлена то не так сделано я говорю вы знаете я же не специалист вот этих по доверенностям я вот все что нашла в интернете в общем то какие там рекомендации какие там тексты я вот сделала вот так написала ну слава богу одна хорошая такая женщина мне помогла там работница в консульского отдела она мне все это написала сделано печатала в общем заплатила я 30 евро за эту доверенность ну и параллельно я значит отдала наконец-то подала документы на мою пенсию то есть и там два документа это документ о том что я это я жива-здорова есть такая вот какая есть и 2 2 документ я подавала значит свои декларации которые тут декларирую свою жизнь во франции копии декларации снимала подала все эти декларации за 10 за лет проживания в франции что я в это время не работала то есть что я не работала никогда во франции ну вот сделали иметь и справки спросили в какой фонд я должна отправить отправила я фонд пермский фонд потому что я у меня там есть прописка была прописка ну и все значит довольно такая радостная что вот моя мое значит это пенсионное дело началось довольно ханька приехала домой а до этого я зарегистрировалась на сайте пенсионном сайте госуслуг тоже конечно многие мне говорили что из франции в принципе это сделать невозможно но раздобыла я русский телефон номер русского телефона русская сим-карта так попросила в россии мне сделали этот телефон указала в этом пенсионном в этом фонде в сайте госуслуг и потом что я сделала я указала мой адрес во франции там нужно было дождаться коды подтверждение что они вот мне высылают этот код и по этому коду я уже получаю полную регистрацию на этом сайте госуслуг ну в общем то я не верила в это по-честному сказать я не верила что они мне дадут какой-то код вышлют не во францию но вы знаете они мне его выслали мне пришло письмо из москвы по моему она мне пришло сохранилась где-то даже конверт сохранился с этим кодом короче говоря я спокойненько зарегистрировалась на сайте госуслуг полностью зарегистрировалась туда все свои документы отправила все это сделала в общем вот так потом в назначенный срок по-моему за несколько нет немножко раньше за неделю до моей пенсии я отправила заказ письмо нет это не так я отправила через госуслуги заявление о назначении моей пенсии в общем отправила я туда это письмо за не помню за какой срок там ну в общем в положенные сроки в указанные сроки на сайте я отправила заявление потом со мной списался мой вот этот пенсионный фонд моего пермского перми города перми они со мной списались они со мной связались по значит моему по моей электронной почте и затем они мне попросили меня прийти к ним там какие-то определенные часы или позвонить по определенному телефону который они мне указали ну телефону я звонила 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 очень блокирует и все не могу туда дозвониться но никак не могу но я значит им списалась с ними рассказала что я здесь живу что вот я отправила то все туда-сюда ой короче говоря вот это началась моя вот это началось мои страдания можно сказать но как в общем то это было не то чтобы физически трудно это психологически трудно это морально очень трудно потому что господи это такая бюрократия это ужасная бюрократия они делают все чтобы в общем то все чтобы было трудно вот это все вот заполучить вот эту пенсию боже мой в общем я им отсылала копии моих документов я им отсылала все что возможно места моих моей работы я согласилась с тем что они мне дали предоставили я заказала эту справку с госуслуг да с госуслуг там и пенсионного фонда сайта то они как бы объединены и когда я эту распечатку посмотрела достала оттуда там в общем то мне все что они мне предложили мои вот места работ где работала сколько я работала и прочее мне это было в общем то я проверила это все было я согласна была совсем это было то же самое что с моих трудовых книжек я согласилась дала согласие на то что да действительно это все верно это все правильно это же они же мне выслали эту с эту бумагу эту справку эту это этот документ вот но потом не приходит из моего пенсионного фонда из этого пермского блин пенсионного фонда мне приходит такая бумага что в общем то на основании вот этих вот этой этой же их ниже справки это для них недостаточно и они якобы списались со всеми моими моими местами работы там их несколько у меня и везде с вашими местами где вы учились и везде мы получили отрицательный ответ то есть никто вас не знает ничего вас не знает вы нигде не работали мы нигде не учились огромный господин так бы в не бывает в конце концов но боже мой это просто быть не может но вот так она говорит мне эта женщина даже сотрудника этого пенсионного фонда вот в вашем случае вот так позже я звоню своей маме говорю мама пожалуйста срочным образом отсылай мои трудовые книжки они находились у нее на хранении заказным письмом в этот пенсионный фонд мама у меня кстати конечно же все сделала отправила туда вот и все мои вот эти вот они получили слава богу они мне подтвердили что они получили там не написали опять же мы это все переписку с ними такую длительную вели и уже потом они мне вот по этим вот как сказать вот по этим самым трудовым книжкам наконец-то они мне начисляют вот эту пенсию начисляют издают приказ назначение все это как бы нормально все это хорошо но через некоторое время мне приходит опять какая-то какой-то приказ какая-то писанина что они оказывается вот там уже прошло месяца наверно четыре после того как уже пенсия то была назначена и приказ то уже был у меня и вдруг мне приходит такая писанина опять из этого пермского пермского пенсионного фонда что оказывается как проверка была установлена что у меня не под нет есть только копия моих дипломов но нет подтверждения с моих учебных заведений что я действительно там училась они опять же мне пишут что они опять же не мог у них нету возможности не знаю там чего-то у них они никак не могут мне получить вот эту вот выписку что действительно я там училась в этом в этих учебных заведениях боже мой и поэтому они хотят размер моей пенсии уменьшить я когда посмотрела она там не страшно это не будет небольшое изменение ну примерно 10 рублей я думаю 200 рублей ну ладно чё переживу сама напишу в этот в этот в это моё заведение заведение мои учебные села за компьютер и за один день принципе списалась и за один день медали ответ что и да действительно такая такая училась такие-то годы когда-то закончила в общем за один день я все это сделала злая призлая у меня по моему здесь что-то заканчивается мой моё время записи что-то как-то не очень меня тут райка спит а райка спит у меня греется от этого вот радиатора и спит слишком много наболтала слишком много времени уже прошло и наверное я следующую часть моего рассказа сделаю как бы сказать отдельное видео это первая часть моего рассказа о моих мытарствах получение пенсии на дистанции вот как ну ладно спасибо за внимание надеюсь что это видео будет полезно для некоторых людей которые вот так же как я должны получить оформлять свою пенсию на дистанции то есть не выезжая из другой страны не могут выехать спасибо за внимание приятного вечера пока пока